И я этому рада, потому что впереди много интересного Новые ученики, новые знания, новые игры Короче, всех нас поздравляю с наступающим новым учебным годом Сегодня мы поговорим про то, как провести первоклассное занятие с учениками Даже если они не в первом классе Check out my pun, yo Нет? Не очень? Нет Итак, как начать занятие, если с учениками мы не знакомы? Ведь мы знаем, как важно установить благоприятный микроклимат в группе Рекомендую следующие игры Факты о себе Для этой активности нам понадобится A pack of something Фломастеры, карандаши, зубочистки, фишки Короче, все, чего может быть очень много Главное, не колющее-режущее и не быстровоспламеняемое Нужно, чтобы всем ученикам хватило с горкой Вначале предлагаем всем участникам взять столько, скажем, карандашей, сколько хочется А зачем? Не говорим И когда они это сделают, просим каждого из них назвать столько фактов о себе Сколько у него предметов И тут начнется какой-то хохот, потому что кто-то по приколу взял целую гору Вот пусть теперь отдувается Если группа большая, то можно ввести такое ограничение Брать можно не больше 10 штук Для этой игры нам потребуются таблички, как для бинго или для лото Только вместо цифр там будут всевозможные факты про других студентов Например, многоточие Задача учеников пообщаться со своими сверстниками и узнать об их интересах На английском, конечно же Они вписывают имя своего одноклассника в то или иное поле Игра заканчивается, когда кто-нибудь крикнет «бинго», собрав всю таблицу Или когда время закончится, если у нас ограниченное время Раздатку можно подготовить самим, если вы в теме интересов учеников Или просто вбить в гугле «bingo ESL» Там тоже много интересного Кстати, эту игру можно адаптировать под «как я провел лето» И вписать туда какие-то дела, которые кто-то из учеников делал летом Если ученики между собой знакомы, и вы у них уже не первый год То после летних каникул было бы актуальным поговорить про эти самые каникулы Задайте этот вопрос одному из учеников и попросите его ответить После чего он задает этот же вопрос, меняя глагол на какой-нибудь другой Например Ученики отвечают и задают вопросы по цепочке Этим форматом я часто пользуюсь на своих разговорных клубах Так как он позволяет задействовать всех участников одновременно Учитель задает тему, а ученики в парах или троицах обсуждают ее ровно минуту Когда время истекает, звучит сигнал, и ученики меняют партнера А учитель задает новую тему На мой взгляд, самый простой способ перемешать студентов Это выдать им бумажки с номерами 1-2 И попросить их встать в две линейки Так, чтобы номер 1 общался с номером 2 То есть они стоят друг напротив друга и общаются А потом уже ходят по часовой стрелке, вправо-влево и так далее Как уже вы решите Конечно, на первом уроке очень важно установить дисциплину Потому что хаос – это враг прогресса Несмотря на то, что кто-то может быть в душе анархист Следующая активность посвящена именно этому Ученики вместе устанавливают правила и дают обещания их выполнять Например Эти обещания красиво оформляются, вешаются на стену, где они висят до конца учебного года И если что, мы про них напоминаем Давайте зарядим их своим энтузиазмом Ловите их, пока они свеженькие и отдохнувшие Раздайте ученикам разноцветные листочки, например, в форме ладошек И попросите продолжить фразу И пусть каждый напишет столько пунктов, сколько захочет Ну или сколько поместится Фразу можно усложнить для более высоких уровней И написать, например И попросить их продолжить такое В общем, тут решают ваше вдохновение и потребности ваших студентов Вместе с учениками поставьте цели на следующий год или полгода, касающиеся английского языка Например Попросите это красиво оформить на бумаге и вложить в обложку тетради Так, чтобы ученики могли регулярно сверяться со списком Надеюсь, видео было вам полезным Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие игры для первого занятия вы знаете и любите Я буду вам очень благодарна На этом не все Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал И stay tuned, bye! Такое заброшенное здание там еще, жесть Там какая-то птица туда зашла, такая гигантская Да вообще, что это? Посмотрите, это какой-то монстр, блин, чернобыльский Висит, украшает кабинет ваш Ваш кабинет? Кабинет ваш Давайте я буду говорить, как его до теперь Сентября первое Сегодня